Аэ, Креманит. В своём квесте по прохождению новых сониковских игр я заметил, что большинство не-мейнлайн игр просто забываются, насколько хорошими они бы ни были. Мой взор пал на Sonic Rush, игра, в которую я так долго хотел поиграть, но у меня не было возможности. Да я такой злой был, потому что у меня не было дески, а сейчас я похорошел, купил себе двухэкранную консоль и официальный картридж. Ладно, я показал вам то, что у меня есть и консоль и игра, значит мне можно эмулировать легально. Ну чё, погнали. О нет, я забыл главный подвох. Двойной экран. На нормальную игру это никак не влияет, но показывать в видео с дески – настоящие пытки. Sonic Rush встречает нас надменным японским криком и требованием нажать на старт. Ага, хрен тебе. Как настоящий геймер, играющий на буханке хлеба, я по привычке иду в опции, но тут доступны лишь смены имени, сложности и временной лимит. Честно скажу вам, что все игры с синим ежом не отличаются своей сложностью, так что даже не знаю, зачем эта опция есть. В Sonic Rush наш ежидзе впервые получил новую способность – буст. А также из прошлых игр он получил Хоумен Этек. О её существовании я узнал пройдя где-то половину игры, случайно нажав на триггер во время прыжка, находясь рядом с ботом. Этот триггер и кнопка B играют важную роль в заполнении датчика напряжения, пополняя его при совершении трюков. Во время такого ускорения Sonic почти неуязвим, блестит как солнце, а бадники ломаются в хлам от лёгкого касания. Буст имеет три уровня, и если заполнить их все, то вы получите временный бонус – ваш буст не тратит шкалу. Довольно ледниво, как по мне, учитывая то, что шкала большую часть времени и так будет заполнена. А если вы всё потратили, восстановить её просто. Для этого имеются всяческие пружины, трамплины и рельсы. Если по рельсам можно только грандить, с трамплина ты просто спрыгиваешь, крутясь в воздухе, то пружины – верх инфляции буста. Просто каждый раз, когда я вижу пружину, я делаю... Но имейте в виду, что тут есть и минусы. После каждого приземления количество очков за трюк снижается, пока не достигнет нуля. А самое главное, ваш геймплей будет звучать как... Несмотря на переизбыток буста, он не особо облегчит передвижение по актам, ибо над левел-дизайном Sonic Team постарались хорошо. В уровне играется приятно, за быструю реакцию тебя награждают более короткими путями. Или даже спешл стейджами. В своё первое прохождение я заметил какие-то странные штуки, на которых Sonic может крутиться. Но подумал, что они только для запрыгивания на платформы. Пока случайно не нажал буст и услышал будение. Хоба! Вот вам ещё одно применение буст-шкале. Вам понадобится чуть больше уровня, чтобы попасть на специальный уровень. Как всегда, на нём нужно собрать 7 изумрудов хаоса, чтобы получить плюшки. Sonic Rush — это открытие настоящей концовки. Похоже, с суперформой тут просто так поиграть не дадут. Мне нравится, как Sonic тут оттанцовывает, ожидая нажатия стилуса. Стейджи выполнены в стиле Sonic 2. Сбор колец, ходя по распиленной трубе. И если спустя 3 таких уровня ты подумаешь, ой, как легко, это правда спешл стейдж. То держи седьмой. За где-то 50 попыток я не смог это пройти. Посмотрел помощь в интернете и выучил самый кислый трюк. Пауз-бафферен. Ахахахаха, моим ушам конец. Но я получу эти эмиральды. То, что отличает эти спешл стейджи от остальных в серии игр. В них можно забраться повторно сколько угодно раз. То есть, если у тебя не получилось, тебя выкидывают обратно. И если у тебя достаточно буста, крутишь колесо Сансары снова. Эти крутилки не так сложно найти, как, допустим, большие кольца в Sonic 3. Но иногда они сливаются с окружением, так что ты их пропускаешь и лишь потом понимаешь, что видел их. Кстати, об окружении. У нас тут есть лесок, но по канону первая зона должна быть зелёная. Водяной дворец, который фанаты считают лучшей водной зоной. Пирамида. Казино. Кризис Госдолг Ган. Тригер боязни высоты и ещё одно смертное яйцо. Все они сделаны уникально, хоть большинство и пошло по старым концептам зон. Но водный дворец – верх искусства. Sonic Team впервые сделали водный уровень, в который приятно играть. А ещё сделали кошку, которая не боится воды. И горит под водой. Кроме Соника, можно поиграть за Блейз – королевскую кошку, владеющую огнём. Получить её можно после первой сюжетной встречи. А от ежа она отличается тем, что вместо рывка в воздухе у неё есть глайд. Также при выполнении трюков этот рывок поднимает её выше, чем обычно. Она просто изи мод. Но не беспокойтесь, испытывать террор седьмого спешл стейджа вам снова не придётся. Изумруды подбираются только за Соника, хотя Блейз тоже получает свои камешки. Незамысловатый сюжет добавил дополнительные драгоценности и целую альтернативную вселенную. Блейз пришла из Сол мира, пытаясь забрать у Эггмана Сол изумруды, без которых её миру придёт конец. Однако усатый гений притащил с собой альтернативного себя, который зовётся Эггман. С двойной силой усов эти гении планируют использовать 14 изумрудов для захвата мира. Тейлз внезапно обнаруживает разрыв в пространственно-временном континууме. И то, что если два мира сольются, то произойдёт катастрофа. Так что они с Соником отправляются набивать жопу Эггмана. Неважно какому. Когда Блейз поняла, что она находится в другом мире, ей стало сложно ориентироваться. Но на помощь пришла Крим, яростно пытающаяся затесаться в друзья. Блейз, как нормальный человек, как нормальный кот, относится к этому скептически. Продолжает искать Сол изумруды сама, не слушая советов Крим найти Соника для помощи. Последний в то же время подозревает кошку. И вместе с Тейлзом они её ищут. В последний момент её встречают, но она отвешивает коммент. «Не ваше дело, я справлюсь». Что провоцирует героев идти в погоню за ней. Во время своего путешествия Блейз всё-таки сдаётся. И впервые испытывает опыт дружбы. И ей вроде как зашло. Соник догоняет Блейз в зоне Deadline, где они встречают обоих Эггманов, которые высказывают свой гениальный план по захвату мира. У Блейз подгорает, и она решает побить их сама. Но Соник хочет ассист, что приводит к спору. Теперь эти кекеры дерутся друг с другом, пока яйца головы и хитно ржут. В конце одна из сторон, в зависимости за кого вы играете, жёстко всирает и решает ультануть. Эта сцена самая напряжённая среди всех, и только ради неё стоит купить игру. Пока ты будешь сжать этот кутли, твои пальцы превратятся в мягкую. И тебя сместят в науке взлома сил. В итоге Рошка идёт спасать похищенную Гральчатину, сражаясь с Эггманом. А Ёж просто идёт драться с Нугой, который резко поднимает сложность игры. Я проходил его где-то Человека-Неделя, но в основном потому, что вначале я не понял инструкцию ДЕРЖАТЬ ВНИИЗ. Я думал, просто нажать нужно. У этих фэлл всё получается. Крем спасена. Все дружат. Эми охотятся за Соником. Обама тут. Но если Соник собрал 7 изумрудов хаоса, доступен экстра-акт, в котором Эггманы тырят у Бурейзу соль каменную. Выкачивают из них силу и кидают обратно. Соник, смотря на происходящее, говорит, что изумруды можно зарядить силой дружбы. И они отправляются в разрыв побить жиробасов. Битва с яйцами не такая сложная, но всё же интересная. А после неё Блейз начинает верить в дружбу, становляясь более доброй. Подписывается на канал Кремонит и возвращается в свой мир. Хэппи-энд для всех. Кроме Крем. Она рыдает о потере друга. И под последовательным шаг песен идут титры. Всё, ты прошёл игру. Молодец, тебе доступен... Саундтест. Не бейте, фича на самом деле хороша. Ибо саундтрек в Соник Раш держит высокую планку по музыке. Вот допустим, Вэлла Нова. Саунд, который играет во время сражения Соника и Блейз. Она запомнится вам навсегда. Или главная тема, которая также является музыкой спешл-стейджей. Я точно не могу разобрать слова, но это звучит, как будто чел сломанным английским просит о пощаде. Музыка в актах не дублируется. То есть, проходя игру снова за Блейз, вы будете слышать ремиксы актовой мелодии. Ещё я заметил пару приколов. Допустим, в Get Edgy, песня на Altitude Limit, используется джингл конца акта. В финальной битве с одним из Эггменов, в конце акта песня переходит в мажор. Так как я играл в японскую версию, Блейз у меня в конце акта говорит чё-то на японском. Но звучит это, как будто у неё случился инсульт. Музыка замечательна, геймплей превосходный. Подводя итог, хочу сказать вам, а ну быстро идите играть, это один из лучших сониковских опытов. Кстати, насчёт титров, тут что-то не так. А будто музыка испорчена. Сраные эмуляторы. О нет, похоже, Бин Пенбо меня нашли. Цзун Вол Дилак. Субтитры сделал DimaTorzok